С приходом выходных самое время открыть для вас новое туристическое направление. Предлагаю этим и заняться. Отправляемся открывать Западное Полесье. Строим маршрут в Кобрин. И в этом Полесьском городе у меня такие планы. Отыскать старинный парк и пруд в нем. Его основатель Антоний Тызенгаус. Видный деятель Речи Посполитой. И найти место, где делают детские мечты. Здесь можно даже выучить правила дорожного движения. Поехали! Традиции есть традиции. Поэтому справочная дорожная информация. Из железнодорожного транспорта расписание предлагает один поезд. В пути проведете 8 часов. Можно выспаться. И стоит от 7 до 16 рублей. Для предпочитающих маршрутное такси каждые 2 часа они отправляются от метро Институт культуры. В пути чуть больше 2 часов. Цена вопроса 14 рублей. Автобусы входит больше десятка рейсов в неделю. Идут чуть дольше. Около 4 часов. Стоит такое удовольствие от 14 до 16 рублей. А для владельцев собственного авто ориентиром послужит трасса М1. А теперь пора и в путь. Если более точно, то на променад. В центре города есть небольшая, но уютная пешеходная улица с кафешками, глобусом, милыми скамеечками и памятником легендарным основателям местечка. Сюжет памятника основателям города взят из летописи. Написано там, что Владимир Василькович, князь Волынский, завещает эти земли своей жене, Ольге. Правда, эта история никак не объясняет название города. Это главная кобринская загадка. Слово «кобрин» нельзя объяснить топонимами рек, ни озер, ни даже фамилиями основателей. Отсюда и большое количество других версий, часто очень экзотичных. Есть несколько версий, почему кобрин назвали кобрином. Одни ученые говорят, что это название народа – обры. Как бы там ни было, города уже более семи веков. И это только летописных. За это время жили-добывали здесь многие известные деятели нашей истории. А вот чтят в городе не местного, но всемирно известного исторического персонажа. Суворов – спорная личность белорусской истории. Но в Кобрине именно этого российского деятеля решили сделать городской легендой. Кобринский городской парк входит в число старейших парков нашей страны. Заложен он был еще в 1768 году. Его основатель – Антоний Тызенгаус, видный деятель Речи Посполитой. В советское время назвать парк именем такого человека никак не могли. Парку дали имя. Можно не говорить кого, но и на этом не остановились. Бюст генералиссимуса был установлен здесь в 1950-м. Эта копия скульптурного портрета находится в Санкт-Петербурге. Еще в конце 18 века на берегу этого пруда находился усадебный дом. Там, кстати, тоже жил Суворов. Но не он один. Владельцев эта усадьба сменила много. Принадлежала она брату Адама Мицкевича – Александру. Собственно, если отвлечься от исторической составляющей, парк просто изумительный. Тенистые аллеи. Множество развлекательных объектов как для детей, так и для взрослых. Не забыли и про любителей фотосессий. Центром ландшафта парка является озеро. Два острова и мыс, который сейчас оборудован смотровой площадкой. Представляете, какие здесь получаются свадебные снимки? Облагородили парк в конце нулевых. И этот ландшафтный шедевр был не единственным приобретением. Амфитеатр в стиле модерн был построен к дожинкам 2009 года. Он и сегодня одна из лучших местных концертных площадок. А если вы любитель водной стихии, в ее твердом состоянии вашему вниманию – ледовый дворец. Он расположился аккуратно на берегу Муховца. Еще можете услышать Муховца. Все нормально, это местные лингвистические забавы. Здесь же можете посмотреть на некоторые исторические постройки. Вот некогда купеческий банк. Сегодня хранилище семейных ценностей. Чуть поодаль находится собор святого Николая Невского. Кстати, построен он на месте захоронения погибших в войне 1812 года и на средства, собранные с побежденных французов. Кстати, если придерживаться реки и пройтись немного вверх, вы найдете один довольно необычный туристический объект. Через город проходит путь из Варяг в Греки, или на современном языке Днепробукский канал. Днепровскобукский начал строить еще в 1775 году последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Отсюда и другое название – Королевский канал. Задача его была связать Двину и Западный Буг. Гидроузел Кобрин – один из крупнейших в нашей стране. Только представьте, перепад воды здесь более 5 метров, а длина камеры – 120. Этот шлюз, возведенный в 2009 году, заменил два существовавших здесь ранее. Да и сегодня канал входит в огромную европейскую водную магистраль Е-40. Она тянется от Черного до Северного моря. К сожалению, в век самолетов и поездов водные пути используются редко. Хотя есть планы возродить длинные речные туристические круизы. Вот этого события я точно жду. А пока пароходов на горизонте нет, предлагаю вам отправиться в тур по стране детства. И это не шутка. В Кобрине нет волшебной кроличьей норы, как у Алисы. Зато есть кое-что другое. А сейчас информация для тех, кто в поездке любит посмотреть на что-то новое. Рассказываю, в Кобрине работает, наверное, самая известная фабрика игрушек в нашей стране. И на нее можно попасть рядовому туристу. А поскольку фабрик таких в стране немного, шанс уникальный. И хотя ожидаешь увидеть людей в полосатой одежде, на ярких паровозиках, это предприятие. Организация здесь не детская. Все четко, слажено, современно. Никакого тебе творческого хаоса. Откуда появляются деталии. Сначала по трубам поступает в станок пластмассовые гранулы. Здесь они одновременно с красителем растворяются, расплавляются и подаются в пресс-форму. В этой пресс-форме при сжатии приобретает пластмасса в ту форму, которая необходима для дальнейшего получения полуфабриката. Причем пластмасса только пищевая, поэтому она безопасна для детей абсолютно. Даже если в рубли упали. Примерная численность 3000 человек. Где-то немножко больше, где-то немножко меньше. Но в целом да. Причем половина женщин, половина мужчин. Сколько игрушек в год вы выпускаете? Есть ли такая статистика? Вообще статистика есть, но цифру точно не скажу. Это у нас сборочный цех. Где-то с помощью автоматики, где-то с помощью конвейеров, где-то вручную собирается много изделий. Родина будет готова. Спасибо. Слушайте, это достаточно увлекательное занятие. Пожалуйста, все готово. Трактор с ковшом, все готово. Осталось только упаковать и отправить на прилавки. Нужно отметить, что фабрика не сборочный цех. Здесь игрушки не только делают, их еще и придумывают. А вот как рождается счастье, можно увидеть в творческих мастерских местных волшебников. Ну, ладно, конструкторов и дизайнеров. А здесь кипит мозговой штурм. Именно здесь ребята сидят за компьютерами и создают 3D-модели будущих игрушек. Правда, сегодня просто придумать и нарисовать мало. Нужно игрушку посмотреть, потрогать, измерить. Здесь на помощь приходят новейшие технологии. Еще пару лет назад они были едва ли не из фантастических романов. Ну, здесь мы видим 3D-принтер, который уже воплощает в себя задумки наших инженеров, конструкторов. Это будущая игрушка. И мы для того, чтобы убедиться, что она качественная, что она соответствует всем требованиям рынка, мы должны ее увидеть сначала в прототипе. И только затем мы ее изготавливаем уже в металле. Вообще, трудно поверить, но предприятие совсем молодое. Работает оно чуть больше 20 лет. За это время смогло превратиться в крупного игрока на рынке игрушек. И не только белорусского. Сегодня здесь производят более 4 тысяч наименований. В том числе в сотрудничестве с мировыми брендами. Все это богатство можно лично протестировать в Раю. Здесь можно даже выучить правила дорожного движения. С виду обычная пластмассовая машина. Но на самом деле даже меня выдержит. Поэтому можно с ветерком прокатиться. И выбрать для себя ту или иную игрушку. Вот эту хочу. В таких местах гордость берет, что есть у нас творческие и деловитые люди. И Кобрин богат на таких. Кобринский район давно сломает среди туристов как лучшее место для знакомства с экзотикой. А если конкретно, то знакомство с самыми большими и экзотиками. Экзотичными птицами. Добро пожаловать на страусиную ферму. Звучит экзотично. Выглядит тоже. Для нашей страны такие пейзажи, мягко говоря, необычны. А оттого еще интереснее. Здравствуйте, Сережа. Меня зовут Надежда. Я вас буду сопровождать по страусиному ранчо. У нас есть такая традиция. Мы всех посвящаем в них страусам. Страусята должны танцевать танец и похлопать крылочками. Вы готовы? Конечно. Пожалуйста. Что надо делать? Танцуем и хлопаем крылочками. Отлично. Теперь пройдемте. Во время экскурсии вам поведают очень много любопытных вещей об этих заморских птицах. Вот такое яйцо там бывает. Чтобы его забрать, наши работники поднимают верные грабли выше страуса, забирают его и быстро-быстро несут его туда, где проверяют его на оплодотворенность. Если да, идет на инкубатор. Если нет, идет на омлет. Звучит жестоко. Но таков закон природы. Либо ты, либо тебя. Страусы вообще очень в еде прихотливы. Видите, вот они любят травку, которая собрана мной. И вы, Сережа, смотрите, как нужно кормить страусов. Вот так, пучочком складываем. И смотрите, пожалуйста, травка, пучочек. И делаем пучочек и кормим наших страусов. В это время можно погладить его по шейке. Вы не бойтесь кормить страуса. Он, если даже, вот смотрите, если даже он позаручит, вот смотрите, у него просто щепок, никакого места не остается. А скажите, вот сами страусы, они по природе опасны? Вообще-то страус большой стратег. С высоты своего роста, замечая противника, он избегает, ведь битва та лучшая, которая, в общем-то, не была сыграна, как говорят полководцы. Поэтому он избегает сражений. Хотя, может, удар его ноги равен, как говорил нам главный зоотехник, работавший здесь, 2,5 тонны на квадратный сантиметр. Правда или нет, я не могу сказать, но он очень сильно бьет. У него ударная толчковая нога. Вы видели, как он бьет. Он поднимает эту ногу к себе, к телу прижимает, запрокидывает шею и бьется все силы. Я видел, что у них такой своеобразный интересный танец, когда они... Это вы любите, это вы любите. Когда он любит, он машет крыльями волнообразно и зигзагообразно шеей. Это танец, вот тот, который вы танцевали. Танец страуса, танец любви. Ну и самое время развенчать все мифы, заложенные в нас советскими мультфильмами. Когда в пустыне на нем нападают вот паразиты различные, это клещи и так далее, то, чтобы избавиться от клещей, на куда мы говорили, не в горячий песок, он может засовывать голову. И когда он видит там шевеление под песочком, то он тоже поступает точно так же. Достает этого гада, который там развивался, и прокладывает его. То есть макро- и микроэлементы, кроме травы, которую он любит, ему тоже необходим. Кстати, о добыче. Во время обычной экскурсии вам такого не позволят. Но чего не сделаешь для шоу. Отправляемся добывать страусиное яйцо. Я, конечно, рискую сейчас и иду на жертвы. Мне нужно достать яйца. Я не знаю, со мной это впервые. Куриные, конечно, дома у мамы я доставал. Мне просто брать любое. Оба-оба. Удалось достать без последствий. Сейчас пойдем жарить. И не надо меня осуждать. Человек – самый опасный хищник на планете. И свою добычу я отдам только в руки опытного повара. Так, яйцо я добыл, теперь осталось его приготовить. Расскажите, как это сделать? Для начала мы должны в яйце определить воздушную подушку. Как правило, оно… Это так же, как в обычном яйце? Да, в обычном курином яйце. Вот. В нашем яйце воздушная подушка находится в яйце. Сверху. Так. Теперь с помощью ножа мы проделываем отверстие. Не так-то просто. Но это понятно, что я просто боюсь повредить яйцо. Завидели скоблупа, это 3 миллиметра, и это не так легко сделать, как вам кажется. Ребят, я просто боюсь повредить яйцо. Доверю пробития профессионала. Ну вот, яйцо мы вскрыли. И на этом мои муки не закончились. Добыть яйцо, как оказалось, не самая сложная операция. Переворачиваем яйцо. Угу. И начинаем его трясти. Можно попробовать, да? Можно. То есть это для того, чтобы уже вытрясти вот этот самый непосредственно желток. Но есть же секрет? Есть. Давайте. Мы можем трясти долго. В соломинную трубочку вставляем само яйцо. И начинаем просто дуть. Давайте выдержать, а вы дуете. Затем все то же, что и в обычном омлете. Молоко, соль, мука. Разница только в объеме. Скажите, сколько порций получится вот с одного яйца? От 8 до 10 вот таких порций. Ставим на эту штучку. Да. Закрываем. Убить время в ожидании королевского омлета можно в мини-зоопарке. Пока вы будете кормить милых енотов, гладить крольчат, омлет и приготовиться. Очень похоже на куриное яйцо, но... Этот более вкусный. Мне нравится. Рекомендую, господа, приезжайте. Дувайте животных, пробуйте омлеты и прекрасно проводите время. Кстати, страусиное мясо тоже можно попробовать, если пожелаете. Ну и сувениры. Страусиная кожа никак не уступает крокодиле. Поэтому из нее также делают сумки, шляпы и даже обувь. А перья идут на сувенир. А вот если вы не сторонник экзотики и вам подавать что-то аутентичное, белорусское, будет свято и на вашей улице. Это было бы непростительно. Приехать на Полесье и не познакомиться с традициями этого уникального региона. Такую услугу вам могут оказать в усадьбе возле деревушки Гирск. Она может похвастаться не только нетронутой полеской природой. Одна из достопримечательностей этой агроусадьбы – вот эта аутентичная ветряная мельница. Мельница историческая. Некогда давала хлеб жителям окрестных деревень. Но сами эти жители и сегодня главное местное достояние – люди, преданные своему делу. Наше фермерское хозяйство имеет 1760 гектаров земли. 54 человека работающих, 450 голов крупного рата скота, из них 200 дольных коров, 640 голов ячек, залезены по государственной программе. Эта порода имеет специфического раннего запаха и в них мраморное мясо. И в связи с этим хотелось бы замкнуть вот это, то есть то, что мы производим. И была задумка построить вот эту нашу агроусадьбу. То есть здесь 15 километров до города Кобрина. И вот это на своей агроусадьбе мы принципиально кормим то продукцию, что мы сами производим. Экологическое чистое, насколько мы на сегодняшний день можем производить. То есть мы на свои поля не вносим никаких средств зашитых, никаких удобрений. Мы своих животных не кормим никакими кормами, никакими биодобавками. И мы сами производим масло, сыр, колбасы, рулеты, творог. Сколько лет вы уже отдали вот этому делу? Вы можете представить, что на вот этой нашей агроусадьбе 10 лет назад здесь было голое место. Ни света, ни воды, ни дороги. Здесь был маленький хуторок, мы его купили, вокруг наших земель был хуторок. И здесь такой покойный хозяин Шварко на его родовом, скажем так, гнезде. Он с удовольствием говорит, вы мне его так заберите. Я буду рад, что по моей земле, где я вырос, ходят люди. Сегодня этот бывший хутор превратился в полноценное фермерское хозяйство. Здесь, кроме сельхозугодий, свой яблоневый сад. Пруд с рыбой и даже небольшой зооуголок прямо возле дома. Нашли подбитого зайчика, тоже принесли. Он нас выжил, выкормили вы его, вот он, пожалуйста, нас живет. Так он погиб бы, а так живет. Пять видов голубей, семь видов гусей, павлины, пять расцветок разных. Вот индийские орлики, павлины, вот куры фениксы, японская порода. Но я вам обещал что-то аутентичное. Поэтому идем в дом. Здесь мне пообещали показать процесс приготовления настоящего деревенского хлеба по старинному рецепту. Сейчас мы будем готовить хлеб. Расскажите, с чего нужно начинать, какой процесс должен происходить, чтобы хлеб получился вкусным и настоящим. Говорят, у вас рецепты вот прям от бабушек. Да, у нас передала бабушка рецепт 90-летняя старушка приезжала, привезла свою закваску. Вам дать попробовать? Да, я руки умыл. Что нужно делать? В муку руки, чтобы не приликло. Не щадя. Не щадя. Вот так вот в срединку. Все. Есть ли какие-то секреты, заговоры, вот там приговаривать, лепись, будь вкусным, поднимайся выше? Надо всегда делать его с настроением. С настроением? Если у него хорошее настроение, тогда хлеб получится очень хороший. Этот хлеб делается на закваске. То есть каждый раз от теста хозяйка отщипывает кусочек и хранит до следующего раза. Такое тесто не портится. Оно бродит. И так раз за разом. Сейчас будем печь хлеб на закваске, которой уже более 80 лет. Чем не дух и не вкус истории. Вот наш хлеб подошел. И теперь самое время отправить его в печь. Хозяйки, кстати, раньше это было сугубо женское занятие, топили печь. Затем выгребали угли и отправляли туда тесто. Так хлеб приобретает аромат и вкус, которого невозможно добиться ни на хлебозаводах, ни в обычной духовке. Так, моя булочка отправляется прямо в печь. Что мне нужно сделать? Поставить, а вы ее потом туда, хоп. Да, вы ставьте. Готовы? Мой хлеб. Пока у меня есть около часа, можно осмотреть зоопарк. И нет, не тот маленький с белочками и курочками. В паре километров от усадьбы есть полноценный зверинец. Коллекции животных позавидует любой городской зоопарк. Верблюды двугорбые и одногорбые. Я надеюсь, он не плюнет в меня? Нет. И яки, и бобры, и олени, и косули. В общем, детишки рады, взрослые в восторге. Пока сахатые уплетают свои ветки, меня уже дожидается. Ну, вот и прошел фактически час. И теперь самое время доставать свежий горячий хлеб. Смотрите, хлеб всему голова. Ммм, какой шикарный запах. Божественный. Не шикарный, а божественный. Вкусно? Да, как будто вы не знаете, что вкусно. Конечно же, вкусно. Я рада, что у нас получилось. А я-то как рад, что у нас получилось. Спасибо большое. Это супервкусный, нежный, настоящий белорусский деревенский хлеб. Поэтому приезжайте, пробуйте. Эх, теперь самая трудная часть. Прощаться с очередным прекрасным местом. Радует, что впереди меня ждут новые маршруты. А вы приезжайте в Кобрин. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова